Всем привет! Нам не сидится дома. Отпуск, хорошая погода. Отправляемся в Балтийск! Все, запрыгнули в 207-й экспресс. Повезло. Только автобус подошел, вышли и этот уже хотел отъезжать. Все нормально, пока ровно идем. Домчались мы на удивление быстро. Я бы сказал, с ветерком. Мы добрались до места назначения практически. Вышли на нужные нам остановки. Сейчас доковыляем до места съема нашей временной резиденции на два дня. Я вот думаю, может быть, мы куда-то не туда заехали. Стоит отъехать на какие-то 40 километров от города, и ты совершенно в другом мире. Где не прибираешься в мегаполисе через толпу обезличенных манекенов. А идешь рядом вот с такими вот милыми существами. Вокруг лето, жара, чистый морской воздух и сельская живность. Несу чемодан. Наступил в навоз. Коровы кругом. Похоже, мы заехали в такую деревню. Место нашего съема оказалось недалеко от дороги. Вскоре появилась хозяйка с ключами. И, оказавшись за высоким забором, мы отправились осматривать наше пристанище на два дня. Сняли мы наш апартамент. Апартамент и домик. Итак, что можно снять за 2000 в сутки? Смотрим так. Трехожка у нас здесь. Санузел. Бойлер. Значит, ура, у нас есть горячая вода. Душевая кабинка. Теперь сама комната. Представляет из себя кухню. Здесь у нас индукционная печь. Мойка, посуда, чайничек. Микроволновая печь. Холодильник. Спальное место родителей. Спальное место ребенка. Диванчик. Выход на балкон. По-моему, все чудесно и замечательно. А вон там наш мангал, наше место. И мы будем сегодня готовить что-нибудь. Но об этом позже. Идем вот по таким вот зарослям, почти что лесным. Сверху на голову усыпятся шишки. Внизу коровьи лепешки. Уже наступили. Ага. Провести пару дней за городом. Все это, конечно, чудесно. Но теперь нам нужно найти выход к морю. Поскольку здесь вот такая вот застройка. Непонятная. Которую мы вышли. Но, думаю, судя по шуму моря, прямо вот за теми деревьями. Ну, что сказать. Не очень-то долго идти от дома до моря. Уже песочек. Уже с пробуксовочкой. А главное шум. Шум моря, он нарастает. Знаете, к деревьям подходишь чуть-чуть. Минуешь деревья, уже все, шумит. Ветер и шум волн. К слову, в этот день ветер с моря дул. Но нагонял он не беду, как в песне. А свежесть и хорошее настроение. Представьте. Ровный горизонт. Низковисящие облака. Морские волны и тонны белого, нагревающегося словно на гигантской сковородке, песка. И здесь вы можете провести хоть весь день. Не как на многолюдном пляже. Гулять вдоль бесконечного берега, дурачиться или просто валяться, рассматривая в бинокль, море или смотреть в небо. Купаться при таких волнах, конечно же, никто не собирается. Это было бы безумием. Но помочить ноги, пособирать ракушки и янтарь – это сколько душе угодно. А вот и спасатели. Они обитают в этом трейлере. Так что бесконтрольного купания в такую погоду они не допустят. Территория пляжа – место, более-менее контролирующееся спасателями. Но и здесь расположено предупреждение об отбойном течении и опасностях, которые оно таит. К сожалению, у моря не удалось записать вам стендап живой. Потому что ветер забивал все. Вы бы ничего не услышали. Поэтому я просто шел и снимал. Было очень круто. Мне понравилось. Моим тоже понравилось. Такой, знаете, пляж, море без вот этих вот отбойников. Такая гладь моря. Ну, не совсем гладь сегодня, конечно. Но как-то так. Наша задача сейчас, потому что уже время обеда подошло и даже немножечко прошло, что-то где-то приобрести и перекусить. Поэтому идем в город. Вот такое вот незатейливое заведение. С вывеской цвета цитрусовых и буквой «Д», позаимствованной из великой мышинной империи. Кажется, мы нашли, где перекусить. Пойдемте, зайдем, посмотрим, чем тут кормят. Вход строго в масках. Ну, конечно. А как тогда кушать? Место оказалось светлое. Слегка сайлент-хилловское, но довольно-таки милое. Итак, нам сказали ожидать пиццу 20 минут. Ну и сколько-то еще ожидать суп. Поэтому сидим, никуда не дергаемся, ждем. Принесли суп. А зацените. Какие аппетитные чашечки. Вкусно? Да. Ждем пиццу. Это персональная. Нет, нет. Приятного. Солос. Я банку себе закану для соли. О! Зацените, какую пиццу принесли. Ароматная. Мягкая. Свежая. Приятного аппетита. Ну, снимай пробу давай. Как на вкус? Попробуем. Впервые появилась то ли в Персии, то ли в Греции. И доведена до совершенства итальянцами. Это блюдо имеет тысячи рецептов, которые продолжают расти. Меж тем, я рассматривал убранство этого заведения. Все здесь меня лишь утвердило в мысли, что, несмотря на кислотные расцветки здания, кормят здесь довольно-таки недурно. Да и посидеть с семьей приятно. Тихо и уютно. Обязательно загляните сюда. Поели, попили. Теперь пойдем дальше смотреть достопримечательности Балтийска. Мы рекомендуем это место, да? Да. Результат. Вы знаете, стоит отметить, что Балтийск, сколько я здесь раз уже был, он, ну, конечно, в разы спокойнее, чем тот же Зеленоградск. Поскольку Зеленоградск это все-таки курорт, да, где все, ну, инфраструктура какая-то сделана, там пытаются что-то сделать в плане развлечений, жрачки, выпивки, то здесь это все более такое спокойное, умеренное, военный городок такой, знаете. Тоже касается и пляжей, пляжи абсолютно пустые. Ну, как сказать пустые? Достаточно такую хорошую жару народу тут тоже много. И тем более здесь вот день ВМФ, например, проходит наш. Публики Балтийску хватает вполне. А так это вполне себе такой городок с такими вот панельными домами, как, скажем, Хрущевка, Брежневка. Место, которое могло стать Санта-Барбарой, в хорошем смысле этого слова. А по факту, что мы увидели? Если мне не сказали бы, что это самый западный город России, я бы принял его за окраины Новокузнецка, Челябинска, Воронежа или какого-нибудь другого города. Вся проблема наших городов, что большей частью они обезличены, серы и не имеют своей изюминки. Одинаковая архитектура, одинаковые названия улиц, одинаково серые и грустные лица. Конкретно Балтийск застрял где-то в начале 90-х. Городская часть выглядит скучноватой, не очень ухоженной, с дорогами на маленькую троечку. Жил фонд серый и старый. Новостроек практически нет. Кафешки и уличные места для отдыха пустуют, как в худшем кошмаре отельера. Как будто город бросили. Да, Балтийский не пахнет турсезоном. Кафешки пустуют, что с внутренними залами, что на открытом воздухе. Очень много павильонов продается, везде пусто, никого нет. Короче, ребята из Зеленоградска, из Слогорска все переманили. Все и всех на себя, одеяло. Да, здесь бы в Балтийске такую, знаете, руку хозяйственника, чтобы здесь можно нормально устроить прям туристический поток, перенаправить сюда прям мощно, потому что здесь достаточно такие большие, широкие пляжи, как я уже показывал. Вот. Ну, маленькое городу Лоска навести. Сделать все, такое, знаете, туристическое направленность, как в Зеленоградске с котами заморочились. Так, здесь можно тоже найти свою фишку, замутить все это. Ну, а так, вышло бы здорово, конечно. Это римско-католический приход в Балтийске. Наконец-то мы его увидели. Мы много про него слышали в нашем приходе. Местный отец у нас там служил в службу. Ну, вот, находится она здесь, на главной улице Балтийска. Очень красивое такое здание со специфической архитектурой. Кто будет здесь, обязательно придите сюда. Можно здесь фотографироваться. Переходите на службу, если вы католик. Мы продолжили нашу прогулку. Город готовился к празднику. Дню военно-морского флота. Очередной ветшающий шедевр. Я просто не смог пройти мимо Владимира Ильича. В детстве нас очень много и часто накачивали в детском саду и в школе рассказами об этом историческом деятеле. Можно по-разному к нему относиться, но я до сих пор помню все эти бесчисленные книги, вроде «Ленины дети», «Ленины печник», за всеми этими прогулками и впечатлениями мы просто ужасно устали и проголодались. Поэтому решили вернуться и посидеть в нашей беседке под шашлычок. Наш ужин готовится, осталось совсем чуть-чуть, и можно будет садиться за стол. Солнце меж тем садилось, и нужно было успеть встретить закат. Прекрасное завершение дня. Проводить угасающий день вдвойне приятно с любимым человеком. Вечером на побережье другая атмосфера. Даже море ведет себя по-иному. Песок отдает накопленное за день тепло, а последние лучи солнца ласкают прибрежную линию. На перегонке с морем. Потому что встретятся они теперь только рано утром. Облака, словно сахарная вата, тают в этом золотистом небесном сиропе. Шум волн выдает учащенное сердцебиение моря, волнующегося словно первый раз перед наступлением сумерек. На улице почти что глубокая ночь. Поймал на радиоволне очень интересную станцию. Сейчас вам покажу. На средних волнах радио «Свобода». Пока все это дело не глушится. Ну, значит, не запрещено. Будем слушать. Любопытно. Что-то перетирают про Лукашенко. Я же расскажу вам о том, что на самом деле происходит в стране. О том, что вы не убили... Ну ладно, я послушаю. А мой сон все не шел. И я коротал время за просмотром мультклассики про моряка Папайя. По моему мнению, это самый недооцененный мультперсонаж, который мог стать популярнее Микки Мауса. Развязка у мультфильма всегда одна и та же. Что бы ни случилось, этот парень съест свою банку шпината и набьет морду плохому парню. Но что-то в этом персонаже есть. Все, пора спать. Всем доброе утро. Спалось нам на свежем воздухе за городом. Отлично, возле моря. Те, кто спит в таких условиях, знают про что я. Сейчас у нас скромный завтрак. Рыба, овощи, жареные колбаски, фрукты, чай, кофе, молоко, сладости, сырок. Привет. И мы продолжим покорение нашего Балтийска. Ну, конечно же, на море заглянем на утреннее. До встречи. Балтийск неспешно готовился ко дню ВМФ. Красавцы корабли горделиво ожидали воскресенье 26 июля. Первыми инспекторами проверки готовности выступили лебеди. Железные гиганты неспешно покачивались на волнах. Команды наводят последний лоск и готовят парадную форму. А неспешные зрители-туристы прогуливаются вдоль набережной. Мы на прогулке в Балтийске. Пойдемте посмотрим, куда прибывает паром на Балткасу. Хотелось бы, конечно, на нем прокатиться до туда. Ну, посмотрим. Взяли мы билеты на Балтийскую косу на паром. Здесь, вот в этой кассе, Балтийская судоходная компания. В два часа будем отчаливать. Все покажем, расскажем, как там. Окей? А вот и Петр Первый взирает на подготовку к параду кораблей. А это самый западный маяк России. Несмотря на современные навигационные системы кораблей, Балтийский маяк все так же верно служит своему делу. Судно идет в гавань по приборам. Но, когда люди на капитанском мостике видят свет родного маяка, на душе становится как-то сразу спокойнее и радостнее. Меж тем, Балтийская коса так и манила туристов исследовать ее, осмотреть ее прелести и тайны. Все, мы проходим на паром. Билеты купили. Заходим. Да, ничего сложного. Оплатили 70 рублей. Это в ту сторону и в обратную сторону. Два часа. Поторчем там и обратно погоним. Паром представляет из себя довольно-таки старое сооружение. Паром Вистула был построен в 1962 году в Швеции. В 1972 году продан в Шотландию. В 2003 году попал в Польшу. Ну а в 2007 году уже поступил на работу в Балтийск. Вот, кстати, видите, это такси. 100 рублей с человека. Быстрее, чем 5 минут можно оказаться тоже на косе. Таксуют туда-сюда. Не знаю, как у кого, но у меня наше передвижение на этом пароме и прибытие на Балтийскую косу вызвало ассоциации с пароходом эмигрантов, прибывающих в Америку. Забавно. Но другого способа, как вплавь, добраться не существует. Все, причалили. А выход все. Мы топаем к пляжу на Балтийскую косу. Одна тетка с парома говорила, что там очень крутое место, чтобы купаться. И все отважно маршируют туда с зонтиками, с лежаками, такими компактными, свернутыми. Время у нас есть до обратного отправления. Пойдемте, сходим и заценим это место. Может быть, действительно стоит сюда иногда выбираться на пляж. Мы спросили у местного юного аборигена, как пройти к морю. Он открыл нам этот секретный путь. Вот эта тропинка. Вот этот ориентир в виде оранжевого автомобиля. Видите? За нашей спиной. Пойдемте проверим его слова. Надеюсь, мы не заблудимся. А меж тем, вот такие особнячки спрятаны на Балт-косе. Зацените. Да. Нас не обманули. Мы вышли таки к пляжу Балтийской косы. Слышу шум моря. Что же нас ждет за этим тригорком? Кто бы мог подумать? Море. Черт, это так непредсказуемо. Я думал, тут что-то другое. И снова море, песок, гуляющие люди и смотрящие вдаль романтики с биноклями. Ну что ж, побережье так побережье. Повялимся и здесь. Прямое включение. Побыли здесь полчасика. Ну да, пляж хороший. Не очень, так скажем, замызганный чем-то. Но все равно видно, что народ тут отдыхает. Видите, костры жгут. В этом я что-то плохого как бы не вижу. Круто. Пляж как пляж. Как и все. Как и у нас. В конце концов, это неплохая альтернатива прогулке по городу эпохи начала 90-х. К тому же здесь можно было лицезреть довольно-таки много кораблей. А вообще рекомендую взять с собой хорошую оптику или бинокль. Так будет интереснее. Вскоре мы нашли новое развлечение. Справа обнаружили какие-то графские развалины. И терялись в догадках, что же это такое. Народ с пляжа валил в основном туда. Ну и мы со всеми. Отсюда открылся чудесный вид на морское рандеву. Будь я художником, я бы непременно расположился именно здесь. Только приковал бы мольберт цепью, чтобы его не унесло ветром. От предвкушения цен на свои несуществующие полотна у меня сперло дыхание. И я спустился с небес на землю. Посмотрите, на какое место мы пришли. Нашли какое местечко. Похоже на римский колизей, да? Чем-то. Балтийский колизей, можно сказать. Смотрите, все разрушены, конечно, кирпичи. Может быть, стоило бы все это восстановить? А мне кажется, не надо ничего постанавливать. Не надо постанавливать? Почему? Потому что, когда сюда приходишь, хочешь почувствовать что-то. То, что было раньше. Все эти кирпичи посмотреть, которые были в древности. В древности? В какой древности? В какой древности? Сто лет назад. Да какие сто лет назад? Молодежь нынче вообще ничего не знает. Историю. Оказалось, историю не знал я. Форту чуть больше 150 лет. Но выглядит он старее замка графа Дракулы. Форт Западный был построен в 1869 году на косе, тогда еще называвшейся Фришен-Нерунг. Входил в комплекс фортифицированных сооружений города-крепости Пилау. Форт представляет собой неправильный пятиугольник. По становлением правительства Калининградской области, Форт Западный получил статус объекта культурного наследия регионального значения. Но постойте, почему такая разруха и выцветшая табличка? Почему правительство не поддерживает здесь порядок? Ведь на этом памятнике можно было бы грести деньги лопатой, если все восстановить, расставить лотки с сувенирами и проводить реконструкции боев. Нет? Не знали, что так можно было? Ну а пока что останки крепости, как скелет кита, медленно погружаются под воду и разрушаются волной и ветром. Мы продолжили прогулку. Чем уже коса, тем сильнее волна. И ощущение, что вот-вот тебя подхватит ветром и швырнет на камни. Ни почем только красавцам-кораблям, которые, словно взявшись за руки, застыли в ожидании праздника. Вот мы и побывали на Балтийской косе, осмотрели, можно сказать, все ее достопримечательности, которые знали или не знали. В принципе, нам понравилось. Конечно, с сожалению, посмотрели на вот этот памятник из кирпича, как он разваливается буквально на глазах. Неужели нет денег восстановить хотя бы чуть-чуть или первозданный вид? Понятно, что от природы разрушаются, но все равно. Табличка прибита памятника, а по сути, руины из кирпича остались. Море прекрасное, пляж прекрасный. Двигаем на паром, увидимся на барбекю. Паром, переваливаясь с бока на бок, вспенивая море своими двигателями, приставал к берегу. Что-то уже жарится, что-то ожидает в своей очереди, но процесс уже идет. У меня, не представляете, уже слюнки текут. Вот всей этой красоты заготовленной. Что там? Жареные колбаски. Сто лет роботом не ели. Да, захотели? Приятного аппетита. А глава семейства пошел готовить дальше. Ай, у меня тут огонь. Ничего. Мясо только начало коптиться в огне. Зацените, какая мясная чашка. Потрясающе вкусная. Я буквально разрываюсь между мангалом и столом. Поймите меня. Правильно. Может быть, сегодня еще успеем даже пойти встретить закат. Рыба, я думаю, тоже приготовилась. Смотрю, пробую. Восхитительный кусочек. Посмотрите. Он практически идеален во всем. Ну-ка. Великолепно. Приятного аппетита. Жена одевает на шпажке овощи. Что там? Грибы, баклажаны. Посмотрим, поэкспериментируем, что из этого получится. Ну, зацените, друзья, вот этот кулинарный шедевр. Из мяса, баклажанчиков, грибочков. И это с учетом того, что мы уже все объелись. Да? Объелись? Представляете? Все уже. Что делать с этой чашкой, даже не знаем. Может быть, тоже к нам приедете, отведаете ее. По дороге на побережье нам предстала удивительная небесная картина. Розоватые в зареве облака, словно кто-то невидимой рукой, растянул и вылепил нечто невообразимое. Море за день не изменилось. Оно вечно в своем состоянии. Сегодня оно не дало нам гор янтаря или других сокровищ. Оно дало нам гораздо больше. Покой и умиротворение. Абсолютный релакс под невероятно низкие частоты своего грохота волн. Янтарь был не на берегу, а на небе. Сегодня очередь небосвода осыпать всех возлюбленных романтиков желто-розовым сиянием. И музыкой в этом действии выступали ветер и волны, разбивающиеся о горячий песок. Совсем скоро природа снова спрячет до утра свое потрясающее янтарное небо, солнце, но расселит на небесном куполе звездную скатерть, приглашая всех посмотреть на отражение большой желтой луны в Балтике. На огонь можно смотреть вечно. У него гипнотическое действие. Мы были здесь и сейчас. Как хорошо, что Бог придумал такие моменты, как вечер. Можно посидеть на веранде с книгой, разжечь огонь и погрузиться в свои собственные мысли. А ветер через треск очага донесет с моря отголоски ночных волн. Вот так вот и сбежать вatherine. Продолжение следует...